То ли детдом, то ли кладбище, то ли детдом, то ли кладбище. Подробности автор, Идеалбик Булатов. П. Восточный, Саратовская область. Просмотров. 14. Однажды начинаешь понимать, что живешь под властью инопланетян, которые тебя и тебе подобных ни во что не ставят. Мы все шумим, требуем чего-то, пишем, печатаемся в своих газетах, а они нас не слышат и не читают. Просто смотрят, как мы копошимся, подобно червям или муравьям, которых давят ногами и колесами машин. Не докричаться нам, не достучаться. Так вот и живем-поживаем. Власть, сама по себе, с таинственными и непонятными для нас, почти инопланетными целями. А мы, ее подданные, одним днем, как в войну, лишь бы выжить и дотянуть до завтра. Но это чувство утихает со временем, и народ начинает травить свой организм, сознание алкоголем, наркотой, телесериалами. Пока в один прекрасный день не переходим тонкую грань, отделяющую реальный мир от бестелесного. А инопланетной власти лишь этого и надо. Деревни вымирают, территории для их гулливерских реформ освобождаются. В доведенной до ручки стране что ни день, то беда. И в нашем искалеченном сознании одни катастрофы, наводнения, крушения и прочее. Народ держит в постоянной узде страха и ужаса, чтобы он не воспрял духом, не встал с колен. Есть такая пытка, когда на голову у человека методично роняют капли воды, пока он не свихнется. Так и у нас в стране, постоянно долбят по телеку, интернету, печатных изданиях, зачастую одно и то же. Идет идейно-психологическая война с собственным народом, с каждым нормальным человеком, с традицией, с архетипом. С разрушением союза стали рушиться и семьи, от нищеты и безысходности. Разверзлась бездна высокой смертности, падение нравственности, разрушение семейных традиционных скреп. Размывание годами наработанных ценностей, сложившихся между республиками и регионами, экономических и культурных связей углубило снижение материального благополучия и благосостояния населения, разделило общество на своего рода гулливеров и дождевых червей. Что такое сегодня школа? У нее забрали все права, учителя работают, как в вакууме. Дети растут, как трава, без нужной корневой подстилки, без усвоения правды и истории. В благословенные советские годы с детства мы привыкали ценить родину, как мать, что родила на свет. Сегодня для многих это уже не столь важно. А ведь с потерей родства и гибелью родной деревни, малой родины, как части твоих души и сердца, всего того, что было тебе дорого, теряется многое. Человек теряет сам себя. Гулливеры делают свое черное дело. Они копят свои несметные богатства, продолжают оптать нас. А мы выбираем их во власть, в их единую берлогу. А власть Гулливеров говорит перед выборами одно, а потом делает другое. Убирают из сел школы, больницы, почту. Сколько на карте района помечено погибших деревень только одной моей рукой? Еще живые точки уже малозаметны. Жуткая картина. А если взять размеры бедствия в масштабе области, а то и всей России? Еще более страшное зрелище открывается. Умирают села, теряются родословные, связь поколений, рушится деревенская Великая Русь. Уплывают ее земли, открываются мертвые пространства. После проведения инопланетных грандиозных реформ происходит реализация уничтожающего душу великого народа сатанинского проекта. Если на все мертвые точки, места погибших сел, поставить памятные или, скорее, поминальные кресты, потому что деревни эти уже никогда не возродятся, то вся страна будет представлять собой огромное, от границ до границ, кладбище. Даже малые города вымирают, становясь уже не городами, а так, поселениями. Если ко всему этому добавят последствия нынешних реформ образования, медицины до вступления в ЭТО, то скоро можно будет и последние кресты поставить. И мы уже окажемся не только некими присмыкающимися в стране Гулливерии, но и сиротами, потому как у нас не остается отеческих, родовых гнезд. И вся Россия станет детдомом от границ до границ на огромном кладбище.